Ха, это гайд на кинетика для новичков. Сейчас на Гоге можно купить Pathfinder за 8 долларов. 14 декабря вышла DLC Wild Cards, которая стоит 5 долларов, больше чем половина стоимости игры. DLC достаточно сомнительная, во-первых, оно не работало. Steam-версию почти сразу починили, и многие этого даже не заметили. А с Гог-версией всё намного веселее, она ни у кого не работала. И только через 5 дней вышел патч 1.14, с очень интересной формулировкой. Контент DLC иногда может быть недоступен, пока игра не загружена. Гог. При создании персонажа нельзя было выбрать тифлинга или кинетика, но можно было взять такого наёмника. Во время игры всё было нормально, но когда я вышел из игры и зашёл снова, сейв с кинетиком требовал DLC, а игра вам говорила. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. В патче 1.14 DLC стала работать, и ещё куча фиксов кинетика. Потом вышел патч 15, и ещё фиксы кинетика. Я думаю, это не конец, и ещё будут патчи по кинетику. Тифлинг новая раса, но по факту это те же самые азимары, только без крыльев. Кинетик. Проблема в том, что класс новый и достаточно специфический, и неизвестно, как его качать. В описании много буков, даже если вы всё прочитаете, всё равно нихуя непонятно, а запороть кинетика очень легко, особенно на седьмом уровне. Плюс на момент выхода DLC большинство игроков прошли от 20 до 100% игры, и у них сформирован отряд, скорее всего у вас будет Линзи для проверок и бафов, Харим как врач и самонер, Экандео и его динозавр, Валерий, чтобы на неё дрочить, и вы. Соответственно, остаётся ещё один персонаж, и на эту позицию очень много героев, более понятных, чем Калике и Канера. Кинетик — это смесь колдуна с очень маленьким количеством заклинаний, и монаха, который сам себя пиздит и заранно получает бонусы и штрафы. В общем, кинетик ведёт себя как мистер-мазохист из Саус Парка. Смотрите, там гомик, давайте его побьём. Да, побьём гомика. Господи Иисусе! В начале игры у вас есть кинетический заряд, который вы можете кидать во врагов. На первом уровне вы один раз кидаете Хадукен, и на двадцатом уровне вы тоже кидаете один раз, но увеличивается урон. Также на первом уровне вы берёте первое вливание, то есть усиление Хадукена. Например, увеличение ренжи метания заряда. Но каждое вливание стоит очков выгорания. Каждый раунд, когда вы применяете вливание или вливания, вы получаете выгорание. Каждое выгорание уменьшает ваше здоровье, количество потерянных хитпоинтов зависит от вашего уровня. На первом уровне за пять выгораний вы получите минус пять хитпоинтов. На двадцатом уровне за пять выгораний вы получите минус сто хитпоинтов. Это не урон, который можно вылечить, и не дебаф, который можно снять с заклинанием восстановления. Выгорание навсегда уменьшает ваше максимальное количество хитпоинтов и снимается только отдыхом. У кинетика есть три педали, маленькая, средняя и большая. Маленькая педаль уменьшает выгорание на 1, средняя на 2 и большая на 3. Чтобы нажимать педаль, у вас должны быть пустые руки и нажимание педалей требует больше времени. Первая педаль требует сопутствующее действие, среднее действие полного хода, большая действие полного хода и сопутствующее действие. То есть кинетик без педалей будет каждый раунд кидать заряды во врагов, а кинетику которого включена большая педаль раз за два хода. Вся игра кинетика сводится к тому, чтобы не выгорать, или выгорать только для ультимативных раскастов. Урон кинетического заряда растет каждые два уровня. У физического заряда урон 1d6 плюс 1 плюс модификатор выносливости. Каждые два уровня еще 1d6 плюс 1. Урон энергетического заряда 1d6 плюс половина модификатора выносливости. Каждые два уровня еще 1d6. Кажется, что физический заряд наносит больше урона, но на практике больше дамажит энергетический заряд. У вора и вивисектора прогрессия тоже 1д6 каждые два уровня, но у них количество атак растет вместе с базовым модификатором атаки. И также они получают дополнительную атаку благодаря ускорению. И соответственно маленький вивисектор может накидать палок врагам намного больше, чем кинетик. Субтитры сделал DimaTorzok Создание персонажа. Как вы уже догадались, идеальная раса для кинетика это конечно же Азимар. То же самое, что и Тифлинг, но у него есть крылья, которые дают 3 брони. 4 архетипа. Кинетик. Основные характеристики агилой выносливость. Темный элементалист. Основные характеристики агила и интеллект. Также у него есть способность сила душ. Психокинетик. Основные характеристики агилой мудрость. Психокинетик выжигает себе не хитпоинты, а волю. Кинетический рыцарь. Это больше милишный билд. Он умеет носить доспехи. Кинетический клинок в начале игры не стоит очков выгорания. Основные характеристики выносливости на выбор. Агила или сила. Наследие выбирается в зависимости от архетипа кинетика, чтобы получить бонус к основным характеристикам. У Канеры и Калике взято наследие дьявола, которое дает бонус к выносливости и мудрости и штраф к харизме. Я бы выбрал что-то с бонусом агилы. Для Азимара хороший вариант Кровь Гарут. Самый важный момент это выбор базового элемента. От него зависит тип атаки и тип урона. Базовая защитная способность, которую вы получите на втором уровне. Какие вливания формы и эссенции вы сможете взять. Какие дополнительные защитные способности вы сможете взять и какие способности вы сможете взять на уровнях с дикими талантами. Калике обычный кинетик. У нее много агилы, чтобы попадать кинетическими зарядами и много выносливости. Во-первых, выносливость увеличивает урон кинетических зарядов, во-вторых, она увеличивает эффективность заклинаний по территории. В-третьих, большая выносливость нужна, чтобы компенсировать потерянное здоровье за выгорание. Мудрость 14. У кинетиков высокая стойкость и реакция. Ночи низкая воля. Плюс 2 воли за мудрость. Канера темный элементалист. У нее много агилы, чтобы попадать. Интеллект и выносливость по 16. Выносливость, чтобы меньше страдать от выгорания, интеллект идет вместо выносливости для бонусов кинетическим зарядам. У кинетика Калеке на старте 7 возможных выгораний, у темного элементалиста Канеры только 3. Но у Канеры есть умение Сила Душ. Она может навалить большую кучу и все это съесть. И если суммарное количество уровней убитых врагов больше уровня Канеры, она восстановит выгорание. Количество применений способности зависит от модификатора интеллекта. Есть два типа вливаний. Вливание формы и вливание субстанции. Вливание формы меняет кинетический заряд. Например, веер пламени атакует врагов конусом. Кинетический клинок вы призываете саблю и используете кинетический заряд в ближнем бою. Увеличение дистанции вы кидаете кинетический заряд дальше. Вливание эссенции добавляет к кинетическому заряду дополнительный эффект. Например, пылающее вливание. Если враг провалил проверку реакции, он навсегда загорится и будет каждый раунд получать 1д6 огненного урона. Также враг будет каждый раунд делать новую проверку реакции, чтобы потушиться. Ослепляющее вливание. Если враг провалит спасбросок воли, на минуту он будет растерян. И точность у него будет минус один. Вливание стоит очков выгорания, поэтому нужно использовать педали. Одновременно можно использовать только одно вливание формы. У калеке взято 3 вливания формы. Увеличение дистанции, кинетический клинок и поток. Она может использовать только что-то одно. У кенары взято пылающее вливание, веер пламени и увеличение дистанции. 2 вливания формы и 1 эссенции. То есть она может одновременно увеличить дистанцию и поджигать врагов. Каждое вливание стоит очков выгорания, соответственно нужно использовать вторую педаль. У канеры защитная способность, обжигающая плоть. Каждый раз, когда ее бьют, враг получает огненный урон. Также вы можете увеличить урон за выжигание 7 раз. У канеры без поедания трупа всего 3 очка выжигания. На высоких уровнях сложности очень спорная способность. Если ее бьют, она быстро умирает, а если по ней не попадает, она и не жарит врагов. У калеке защитная способность покров воды. Я думаю, у водного элемента самая крутая защитная способность. Она дает на выбор доспех или щит. Доспех плюс 4 брони и плюс 1 каждые 4 уровня. Также вы можете увеличить бонус брони на 1 за выгорание, но не более 50% от базовой защиты доспеха. Доспех подавляется обычной броней, магическим доспехом волшебника и наручами брони. Магический щит дает плюс 2 брони и плюс 1 за каждые 4 уровня. Бонус брони также можно увеличить выгораниями. Магический щит подавляется магическим щитом алхимика. На 10 уровне водный щит дает плюс 4 брони, как щит алхимика, и за выгорание можно получить еще плюс 2. Суммарно 6 брони, как у башенного щита. Кинетик щиты использовать не умеет, но даже если взять способность на ношение щитов, вы использовать щит не сможете, потому что для нажатия педалей в руках ничего не должно быть. У кинетических зарядов в зависимости от элемента разный тип урона, основных 2. Физический и энергетический. Физический заряд идет против первого типа защиты, то есть против максимальной брони. Энергетический заряд это атака касанием, она идет против третьего типа защиты. Касание. Защита от касаний всегда меньше, чем первый тип защиты. У калеке водный элемент, тип атаки физический, урон дробящий. У канеры огненный элемент, тип атаки энергетический, урон огненный. Как вы уже поняли, шанс на попадание у канеры намного выше, чем у калеке. Физические заряды наносят больше урона, чем энергетические, но из-за большого количества промахов энергетические заряды намного надежнее физических. У Кенары и Калеке на пятом уровне взята огненная адаптация. Вы получаете защиту от огня, равную вашему выгоранию, умноженному на 2. У чертиков есть врожденная способность устойчивость бестий, которая дает плюс 5 защиты от огня. Если Канара выгорит 3 раза, больше она не может, она получит защиту от огня плюс 6. Огненные резисты не плюсуются. Базовый резист 5, а за 3 выгорания будет плюс 6. По-моему, хуйня. У Харима на третьем круге есть заклинание коллективная стихийная устойчивость. Заклинание занимает одну ячейку, во время каста вы выбираете один элемент и отряд получает минус 10 урона от этого элемента. Это уже больше, чем Кенара получит за выгорание. На седьмом уровне заклинание дает плюс 20 защиты, на одиннадцатом уровне плюс 30. Огненная адаптация и любая другая адаптация абсолютно бесполезная способность у Кенетика. У Кенетика на пятом уровне появляется метамагия усиленное заклинание, на девятом максимизированное заклинание и на тринадцатом ускоренное заклинание. Метамагия стоит очков выгорания, так что используйте педали. На третьем уровне у Каляке взято вливание формы кинетический клинок. Вы на один раунд призываете саблю, урон такой же, как и у кинетического заряда. Каждый раунд на обновление сабли тратится очков выгорания, поэтому используйте первую педаль. За раунд вы наносите один удар и возникает вопрос, а нахуя использовать саблю, рисковать в ближнем бою, тратить очки выгорания, если урон такой же, как и от метания Хадукенов с безопасной дистанции. На пятом уровне появляется способность специализация на вливании, которая понижает затраты выгорания для кинетических зарядов на один. На восьмом, одиннадцатом, четырнадцатом, семнадцатом и двадцатом уровнях затраты выгорания будут уменьшаться еще на один. На пятом уровне сабля уже ничего не стоит. Кинетический заряд вы кидаете один раз за раунд, а количество атак сабли, если не включены педали, зависит от вашего базового модификатора атаки. Еще одну атаку вы получите за заклинание ускорения. Точность атак сабли зависит от базового модификатора точности и от силы, но силы у кинетика мало, а агилы много, поэтому если вы хотите бить саблей, нужно взять способность искусное владение оружием. На третьем уровне у калеке появляется способность элементальное переполнение. Если на третьем уровне у вас есть одно очко выгорания, вы получаете бонус точности плюс один и урона плюс два. Этот бонус растет каждые три уровня. Если на шестом уровне у вас есть два очка выгорания, бонус будет плюс два и так далее. Если у вас на шестом уровне есть три очка выгорания, вы получаете бонус размера и можете выбрать две физические характеристики. Ясно, что нужно брать агилу и выносливость. Также у вас есть шанс 5% умноженный на количество выгораний избежать крита или атаки из-под тяжка. Бонус размера прогрессирует на одиннадцатом и шестнадцатом уровнях. У Канеры нет элементального переполнения, но у нее есть сила душ. На третьем уровне за один удачный сбор душ вы получаете плюс один точности и плюс два урона. На шестом уровне вы должны собрать души два раза и так далее. У темного элементалиста нет бонуса размера и нет бонуса защиты от критов и скрытых атак. Седьмой уровень самый важный в жизни любого кинетика. Вы могли набрать всякой хуйни на предыдущих уровнях и это не важно, но если вы возьмете не тот элемент, персонаж будет запорот до шестнадцатого уровня. А поскольку в игре нет никаких подсказок, это сделать очень легко и вы даже не поймете этого. Например, если взять на калике второй элемент воздух, у нее будет отдельный элемент вода и отдельный элемент воздух. Ничего страшного, можно играть дальше. В игре есть элементы, которые не сочетаются, и есть элементы, которые дают композитный элемент, состоящий из двух других. У калике первый элемент вода, второй элемент может быть электричество, огонь, мороз и земля. У канеры первый элемент огонь, второй может быть воздух, огонь, вода и земля. Если на калике мы возьмем огонь, у нас будет отдельный элемент вода и отдельный элемент огонь, но также мы получим композитный элемент заряд пара, который состоит из дробящего урона воды и огненного урона огня. Урон композитного элемента вдвое больше, чем у воды и огня по отдельности, но стоит два очка выгорания, нажимайте вторую педаль. «Связанный заряд металл». Вначале я думал, что это очередная наёбка от разработчиков. Взяли описание из настольной игры. Потому что я пересмешивал всё, но секрет создания металла я не узнал. «Когда-то гиганты жили на земле, Конон. Возьми хаоса они обманули Хроноса. Они украли в него секрет Стали. Хронос был взбешён, и земля дрожала. Огонь и ветер сразили гигантов, а их тела сбросили в воду. Но в своей ярости боги забыли в секрет Стали на поле Война. Мы его нашли. Но мы всего лишь люди. В игре есть несколько уникальных композитных элементов. Чтобы получить металл при создании персонажа, первым элементом нужно взять землю, вторым элементом тоже землю. Если вы возьмёте первым другой элемент, на седьмом уровне возьмёте землю, вторую землю на пятнадцатом вы взять не сможете. Синее пламя. При создании персонажа нужно взять огонь, и на седьмом уровне тоже огонь. У Канеры первый элемент огонь. У композитных зарядов урон физический, или наполовину физический, наполовину энергетический. Но тип атаки у всех физический, то есть против максимальной брони. И только у синего пламени тип атаки энергетический, то есть атака касанием. В игре есть враги, у которых иммунитет к огню, но поскольку у нас два чёртика по цене одного, вы можете переключиться на калике, и она убьёт тех, кого не может зажарить Канера. Канера. Раскачка. На шестом уровне берём ярость пламени. Уверенное оружие кинетический заряд. Элемент огонь. Элементарный шёпот. Берём ящерицу плюс один брони. Живучесть. Детонация. Эксперт восприятия, потому что Канере мы будем качать восприятие. Улучшенный критический удар, кинетический заряд. Извержение. Фламенный щит можно не брать. Уклонение. Стена. Дополнительная черта огонь, стальная воля. Бдительность. Элемент вода, чтобы был щит. Вода сочетается с огнём, композитный элемент пар. Расширенная защита, водная броня. Это видео я хотел закончить словами, играйте Канерой. И конец. Калеке очень проблемная девочка. У Канеры навыки подвижность, скрытность, природа всё по пять. И внимания три. Больше всего мне нравится внимание, которое три, потому что именно его мы будем качать. У неё три очка навыков за уровень, и мы можем прокачать подвижность, внимание и ещё один навык. У Калеке умственные способности такие же, как у двери с горшком на голове, но на Валерии мы можем прокачать убеждения и магические предметы. У Калеке атлетика и скрытность пять. Атлетика почти всегда не нужна, а скрытность вообще никогда не нужна. Это же не Pillars of Eternity. На Калеке мы можем прокачать только один навык, или качать атлетику и скрытность. Три вливания формы и ни одного эссенции. И конечно же убийственная меткость, которая нахуй не нужна, потому что у Калеке физический элемент, который и так промахивается. Но зато у неё есть кинетический клинок, но нет искусного владения оружием. Главная проблема, какой второй элемент выбрать. Два варианта. Первый, электричество, играть через конусы магнетическое вливание. И второй вариант, взять огонь и играть через извержение и детонацию, как это делает Канера. Раскачка Калеке. На шестом уровне берём элементальный шёпот, животное ящерица. Уверенное владение оружием, кинетический заряд. Элемент огонь. Ярость пламени. Искусное владение оружием. Извержение. Эксперт внимания, если будете качать навык внимания. Улучшенный критический удар, кинетический заряд. Детонация. Дополнительная черта огонь, стальная воля. Уклонение. Пылающее вливание или ослепление. Дополнительная черта огонь, стальная воля плюс. Живучесть. Элемент земля. Расширенная защита каменная кожа. Композитный заряд грязи урона 37 до 117, 16 до 6, плюс 21. Композитный заряд магмы урон от 74 до 234, урон вдвое больше, чем у заряда грязи. Два урона 16 до 6, плюс 21 разделить на 2. В описании боя вы видите цифру 118, это урон заряда грязи. Ниже две цифры, 58 и 59, в сумме 117, это урон заряда магмы. Урон заряда грязи и заряда магмы одинаковый, но задявленный урон заряда магмы вдвое больше. Это ошибка формулы, которая не учитывает деление на 2. Я об этом говорю, потому что в комментах найдется умник, который напишет. Посоветовал синий огонь, а он дамажит вдвое меньше, чем другие композитные заряды. Все композитные заряды наносят одинаковый урон. Вы видели, какую ёбку устраивает Канера рыцарям дыбы. То же самое она делает с тиммейтами. Теперь вы понимаете, почему я обращал внимание на защиту от огня и на заклинание третьего круга Харима коллективная элементная устойчивость. Также у Харима на четвертом круге есть заклинание защиты от элементов, которое поглощает часть энергетического урона. У Валери, Нок-Нока и Собакия Кандея очень хорошая защита от заклинаний, бьющих по территории. И под двумя защитными заклинаниями Канера не будет наносить им урона. Заряд и композитные заряды, у которых физический тип урона, игнорируют вражескую защиту от магии. Энергетические заряды и синее пламя должны преодолевать вражескую защиту от магии. Поэтому у Канеры на пятом уровне взята способность преодолевающая магия. Врагов, у которых есть защита от магии, очень мало. То, что заряды Канеры должны проходить защиту от магии, это не только минус, но и плюс. Потому что у Харима на пятом круге есть заклинание устойчивость к магии. И под этим заклинанием и двумя защитами от элементов Канера не будет вообще дамажить ваших милишников. Разработчики решили, что никакой идиот не будет играть милишным кинетиком. И поэтому, когда у вас стоит на автокасте сабля, а всё остальное отключено, в том числе дистанционная атака водным зарядом, Калеке начинает кидать заряды вместо того, чтобы бить кинетическим оружием. И вы постоянно должны райдкликать по врагам, чтобы она снова начинала бить саблей. Кинетик класс новый через годик допилят. Субтитры создавал DimaTorzok